Коллеги, на часах ровно 15.00 по Нур-Султану и Алмате. Мы рады приветствовать вас на нашем очередном семинаре, вебинаре, извиняюсь. Давайте, наверное, сначала сносим на административных моментах. Просим подтвердить, что нас хорошо слышно и видно. Есть функция чата. Просим в чате проставить соответствующие плюсики. Хорошо. Елена, спасибо. Все, коллеги, большое спасибо. Теперь по формату. У нас сегодня ровно 60 минут. Из них, как обычно, 50 минут будем говорить мы. 10 минут мы оставим на сессию «Вопросы и ответы». Соответственно, если у вас будут вопросы по ходу вебинара, просим вас оставлять в чате. Мы на них обязательно остановимся чуть позднее. Сегодня тема вебинара у нас очень интересная. На самом деле мы думали, чем же вас удивить, либо порадовать, что рассказать вам интересно. И, в принципе, тема сама собой напросилась. Очень много клиентов обратились к нас с подобным вопросом. И, скажем так, было проведено не одно обжалование на эту тему. Поэтому сегодня мы будем говорить о вопросах международного налогообложения, трансферсного ценообразования и как это все привязать к филиалу компании-нерезидента. Все-таки кто должен платить налог? Будет ли это обязательство филиала, постоянного учреждения, либо это обязательство налогового агента? Сегодня с вами в рамках вебинара будут работать старший менеджер Алия Ибраева. Алия Ибраева более 13 лет занимается вопросами именно международного налогообложения и, в принципе, курирует эту практику в рамках нашей компании. Добрый день, коллега. Добрый день, Алия. Также с нами будет Нуршултан. У Нуршултана аналогичный опыт, 13 лет на рынке. Причем Нуршултан успел поработать не только в Прайсе, но, в принципе, и в другой большой четверке, и не только в Казахстане, но в России и Германии. Поэтому, думаю, опыт достаточно интересный. Нуршултан курирует сейчас практику трансферного ценообразования в рамках нашей компании, поэтому я думаю, что иностранный опыт здесь, наверное, очень полезен. Также Нуршултан тесно вовлекается непосредственно в обжалование по данным вопросам. Нашим следующим коллегой является Олжас Косенов. Олжас более 18 лет проработал в налоговых органах. Как вы, наверное, помните с последних вебинаров, достаточно недавно Олжас присоединился к нам и, соответственно, в каких-то моментах, наверное, может озвучивать точку зрения того налогового органа, где он работал. А работал у нас Олжас как в Центральном аппарате в Комитете государственных доходов, в Управлении налогообложения нерезетов, так и в территориальных подразделениях на руководящих позициях. Поэтому я думаю, что сегодня у нас будет достаточно интересная такая баталия, да, будут разные точки зрения, потому что, если честно, поставить конкретно точку в этом длинном предложении пока, наверное, будет достаточно сложно. Но мы надеемся, что вместе с вами мы как-то ближе подберемся к этому вопросу и, может быть, попытаемся выработать единую точку зрения. Итак, постоянное учреждение, да, скажем так, очень часто возникает вопрос, что это, для чего это нужно, да. Наверное, Алия, если позволишь, я первый вопрос отрисую тебе. Как ты думаешь, если вкратце, да, для чего нам нужно понимать, образованы либо не образованы у нас постоянные учреждения? Спасибо, Дана. Ну, мы все, естественно, помним о том, что у нас нерезиденты могут облагаться в Республике Казахстан в отношении доходов, которые они зарабатывают из источников Республики Казахстан. Налоговыми конвенциями, которые Казахстан заключил с различными странами, предусматривается возможность необложения дохода нерезидентов, если у нерезидента нет постоянного учреждения. Если нерезидент создал постоянное учреждение в Республике Казахстан, то тогда доход, который относится к данному постоянному учреждению, должен облагаться казахстанским налогом на прибыль, подоходом налога. Алья, большое спасибо. Напрашивается следующий вопрос. Спящие постоянные учреждения, да, ну, наверное, кто-то скажет, что это такое, как оно может быть спать, и что оно может проснуться, да, но вот есть такое, скажем так, устойчивое выражение, да, как Дорманд Пи, да, спящие постоянные учреждения. Давайте, наверное, Алья, здесь остановимся, да, вот что у нас, скажем так, в специальной литературе понимается под спящим постоянным учреждением, и как это, скажем так, как это реплицируется на нашу казахстанскую практику. Ну, у нас есть статья 213 налогового кодекса, которая позволяет налогоплательщикам, в том числе нерезидентам, приостанавливать подачу налоговой отчетности на основании заявления, если они приостанавливают деятельность. Но хотелось бы обратить внимание на то, что, подав такое заявление, нерезидент не приостанавливает деятельность в Казахстане, его постоянное учреждение продолжает существовать, но оно освобождено от подачи налоговой отчетности. Алья, большое спасибо. Вот действительно, тут хотелось подчеркнуть, ну, возможно, концепции права немножко отличаются в Казахстане от других юрисдикций, и часто вот иностранные компании, когда здесь регистрируют, наверное, например, филиал, и они подают вот такое вот заявление о приостановлении деятельности в налоговые органы, они полагают, что это автоматически означает, в принципе, приостановление деятельности филиала. Вот здесь вот есть, скажем так, немножко расхождение в понимании, как сказала Алья, данное заявление абсолютно не означает, что теперь этого филиала у нас не существует. Более того, этот филиал, либо постоянное учреждение у нас существует, И когда налоговый инспектор смотрит свою базу ИС и НИС, информационную систему, он видит этот филиал. И, скажем так, даже сейчас у нас на сайте КПД есть отдельный список постоянных учреждений, который был подготовлен комитетом государственных доходов. Тогда у меня следующий вопрос, наверное, Олжас к себе. Вот что думают налоговые органы относительно вот таких вот, скажем так, спящих постоянных учреждений? Как проводится у нас администрирование? Спасибо. Рад всех приветствовать на нашем вебинаре, во-первых. Во-вторых, по этому вопросу спящих филиалов, к сожалению, у нас очень много. На самом деле по ним проводится отдельная работа, то есть изыскиваются, соответственно, по юридическому адресу эти филиалы. В случае не могут заправляться запросы в полномоченные органы, в компетентные органы этих государств. Где находятся главные офисы. Но в силу того, что это достаточно трудозатратная процедура, и к тому же она не приносит, если честно сказать, с точки зрения практики, с точки зрения моего опыта, не приносит должных эффектов, то в принципе я скажу, что налоговые органы сильно не зацикливаются именно на этой работе, чтобы изыскать эти спящие филиалы, чтобы как бы их реанимировать. И в принципе зачастую они остаются как бы вне поля зрения, вот именно активной деятельности налоговых органов. Ужасно, большое спасибо. Ну вот интересно у нас получается, да, в отношении таких филиалов я понимаю, почему налоговые органы в принципе не акцентируют это внимание, потому что они понимают, что если деятельность приостановлена, то, соответственно, говорить о том, что филиал что-то заработал и должен был уплатить налоги, наверное, достаточно сложно. Но с другой стороны тогда возникает очень большой вопрос, и это уже подтверждено практикой, в отношении налогового агента, то есть в отношении казахстанской компании, которая, например, работает с нерезидентом, у которого оказывается есть такое спящее постоянное учреждение. Илья, если можно, давай мы здесь немножко более детально с тобой обсудим, скажем так, какие вопросы появляются налогового органа в отношении налогового агента. Вот, например, ситуация номер один, да, я казахстанская компания, ты иностранная компания, да, мы с тобой работали, да, и, скажем так, через какое-то время ты мне все услуги оказали, мы с тобой хорошо расстались, оплату получили, и ты, скажем так, находишь новые проекты в Казахстане, да, в какой-то момент решаешь зарегистрировать здесь свое постоянное учреждение. Вот скажи, что ты можешь привести из практики, вот будут ли у меня какие-то последствия в связи с тем, что ты через какое-то время, условно через 3 года, решила поменять модель своего бизнеса в Казахстане? Да, она, спасибо. На самом деле, я думаю, что этот вопрос достаточно животрепещущий, и он продолжает животрепетать и по сей день, да, и, ну, не секрет, что буквально в прошлом году многие наши клиенты столкнулись с похожим вопросом. Я объясню позицию со стороны законодательства, налогового законодательства, и, наверное, то, с чем столкнулись наши клиенты. Наши клиенты столкнулись с уведомлениями по камеральному контролю, согласно которым налоговые органы настаивали на том, чтобы вот в такой ситуации, как у нас с тобой, Дана, ты, будучи моим налоговым агентом в прошлых периодах, когда у меня еще не было зарегистрировано постоянное учреждение, чтобы ты вернулась в те периоды и начислила и уплатила налог. Естественно, ты меня нигде поймать уже не могла, соответственно, налог надо было уплачивать из собственных средств тебе. Ну и, естественно, как налоговый агент ты бы пострадала от того, чтобы ты не смогла эту сумму взять, отнести на вычеты для цели корпоративного подоходного налога. Если мы обратим внимание на налоговый кодекс и нашу позицию как консультантов, мы эту позицию неоднократно уже обсуждали с налоговыми органами, вот хотелось бы обратить на что внимание. У нас есть глава 73 в налоговом кодексе, который говорит про налогоблажение нерезидентов. И налогоблажение нерезидентов, который создал, который осуществляет деятельность через постоянное учреждение. Вот в этой главе у нас всего три статьи. Первая статья у нас говорит про то, что какой доход должен включаться в доход постоянного учреждения, затем про налог на чистую прибыль. И вот третья статья, статья номер 653, она говорит про удержание налога, то есть про обязанность налогового агента. Ну так вот, если мы обратим внимание на вот эту статью, а в частности на второй пункт, он говорит о том, что доходы нерезидента, получаемые от деятельности в Казахстане через постоянное учреждение, не зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика, в нарушении требований налогового кодекса, подлежат обложению корпоративным подоходным налогам у источника выплаты без осуществления вычетов по ставке 20%. То есть если мы посмотрим, разберем вот эту вот фразу, она говорит о том, что я, что у меня нерезидент должен уже вести деятельность через постоянное учреждение и получать от введения этой деятельности доходы. Соответственно, налоговый агент, пока постоянное учреждение у нерезидента не создано в Казахстане, налоговый агент здесь страдать не должен. Но мы рекомендуем постоянно проверять, если у вас есть взаимоотношения с нерезидентами, постоянно проводить тест на вопрос того, создал ли ваш контрагент постоянное учреждение или нет. Он мог вполне создать, но его должным образом не зарегистрировать. И хотелось бы обратить внимание, что статья налогового кодекса, которая регулирует сроки постановки нерезидента на учет, она предусматривает то, что необходимость регистрации постоянного учреждения, то, что постоянное учреждение необходимо зарегистрировать в течение 30 календарных дней нерезиденту с момента начала осуществления деятельности в Казахстане. Соответственно, как только он заключил контракт на оказание услуг в Казахстане, либо как только он прислал сюда первого человека для оказания услуг, по истечению этих 30 календарных дней у нерезидента уже должно быть зарегистрировано постоянное учреждение. То есть вот здесь вот хотелось бы обратить внимание на вот эти две разные даты. Вот здесь вот, Алия, можно немножко, наверное, чуть больше деталей, да? Вот условно в нашей с тобой ситуации ты как нерезидент со мной работала в 2017 году. Постоянное учреждение в рамках нового контракта ты по факту образовала и зарегистрировала в 2019 году. Теперь как быть своим доходом, который ты получила от меня в 2017 году? Ну, по идее, зарегистрировав постоянное учреждение в виде филиала или простого постоянного учреждения, я должна подать декларацию по корпоративному подоходному налогу и включить туда все свои доходы с момента начала осуществления деятельности в Казахстане. То есть показать вот эти доходы ретроспективно. Но все налоги, которые с меня удержались, в том числе налог, который Дана ты удержала, я имею право за честь против корпоративного подоходного налога. А если я тебя освободила, скажем так, два года назад, потому что у тебя не было постоянного учреждения и по конвенции ты не должна была платить налог? Теперь как? Тогда я просто показываю доход и не зачитываю, поскольку я не страдала от налогообложения. Хорошо, спасибо. Вот на самом деле это такой очень интересный вопрос, потому что, я скажу честно, когда вот эту норму разрабатывали, я была еще сотрудником комитета государственного дохода, тогда это был налоговый комитет управления международного налогообложения, и мы в то время с Толганой и Сериквайной работали над этой нормой, прописывали ретроспективно. И тогда вот у нас было понимание такой, вот как ты Алия и озвучила, что я, например, в 2019 году образовала постоянное учреждение, я подаю первоначальную декларацию, где показываю доходы за предыдущие периоды, но так как в предыдущих периодах я, согласно конвенции, еще не образовала постоянное учреждение и не должна была платить налог, я не должна повторно включать, скажем так, этот доход для цели налогообложения, потому что тогда вообще нет смысла в конвенции, да, типа тогда ты не оплатил, ты платишь сейчас, и возможно там это будет с пенелкой, ну как-то вот экономический смысл был бы очень странным. Но на самом деле, как я понимаю, время идет, да, точки зрения меняются, и давайте, наверное, спросим у Олжаса, Олжас, что ты можешь сказать по этому вопросу, по постоянному учреждению? Были ли иные интерпретации этой статьи? Да, к сожалению, здесь мне обрадовать нечем и наших участников вебинара, и вообще в целом налогоплательщиков, потому что в последнее время, значит, отношение налоговых органов к этому вопросу, оно такое более консервативно и больше склоняется именно в сторону пополнения бюджета. Нежели, вот как ты говоришь, что туда закладывался такой-то смысл, такая-то логика, чтобы все это было логично. Но на самом деле сейчас другая позиция. И вот буквально последний, может быть, год-два пошла вот такая следующая тенденция, значит. Вот опять же связано все это именно с этим спецификой налогобложения постоянных учреждений, то, что вы сейчас сказали, то, что их доходы должны облагаться ретроспективно, но налоговые органы, значит, читают этот термин по-своему. То есть расскажу на примере, да, вот у нас сейчас сроки школой давности 3 года, да, 2017, 2018, 2019 год. Вот, допустим, резидент приехал в Казахстан, он оказывает услуги. В 2017 году он оказал, допустим, услуги там компании А в течение двух месяцев, допустим. Соответственно, в соответствии с конвенцией, эта деятельность не приводит к образованию постоянных учреждений, так как меньше 6 месяцев. В 2018 году он приезжает, оказывает услуги, может быть, однородные, может быть, неоднородные, но это все-таки услуги, оказывает компании Б в 2018 году. Опять же, этот срок оказания услуг, он кратковременный, ограничивается там тремя-четырьмя месяцами. Опять же, его деятельность не приводит к образованию постоянных учреждений. И наступает 2019 год, он приезжает с более, больше, с таким большим контрактом, с более длительным контактом. Деятельность его длится там, скажем, 7-8 месяцев, да. То есть по конвенции его деятельность в 2019 году, она уже приводит к образованию постоянного учреждения. По всей логике, в принципе, патологи, по которой, допустим, читают эту статью и, допустим, налогоплательщики, они понимают, что те доходы 2017-2018 года, они были, значит, правомерно освобождены, так как они не привели к образованию постоянного учреждения, они спокойны, ни о чем не волнуются. Но тут приходят налоговые органы и говорят им, что так как вот этот нерезидент в 2019 году образовал постоянное учреждение, то все его доходы, начиная с самого начала осуществления деятельности, они поддерживают налогоплательщик в Казахстане. И тут, значит, соответственно, в первую очередь страдает компания А и компания Б, которые в свое время они освободили их. У них есть все сертификаты резиденции, все документы. Но налоговые органы предъявляют все претензии этим компаниям А, компания Б как налоговым агентам. И, к сожалению, есть такая практика судебная уже по таким делам. Ну, есть разнородная практика, скажем так, в зависимости от судей, в зависимости от региона. Но, в принципе, подход этот единый у налоговых органов, он не меняется и он сейчас и продолжается. Ну, спасибо большое у вас. Я думаю, это очень интересная информация для наших участников. Хотя, как я понимаю, на самом деле, наверное, претензия должна была быть предъявлена не к налоговому агенту двухлетней давности. Это уже вопрос признания дохода самим филиалом. Потому что вот он сегодня, мы говорили в нашем примере, Алия, ты сегодня зарегистрировалась, ты понимаешь, что ты не первый день в Казахстане, ты сама подаешь свою декларацию, сама отчитываешься. Но на самом деле получается, что действительно приходит к налоговому агенту, который вообще не имеет представления о том, что мой контрагент делал через два года, через три года. А в декабре прошлого года откатывались на пять лет назад и говорили, что налоговый агент должен рассчитаться. Ну вот, Лжас, ты сказал, что есть уже определенная судебная практика, но я, наверное, должна все-таки сказать, что чтобы наши зрители тоже понимали, судебная практика, насколько я, по крайней мере, видела, в основном складывается вокруг уведомлений камерального контроля. То есть получается, что налоговый орган посмотрел, скажем так, мою отчетность 1.1.4, видит, что я условно работала с компанией Алия Виктори, например, и потом смотрит, что Алия Виктори зарегистрировала, например, филиал в Казахстане. И они говорят, вот есть же Алия Виктори, давай вот ты за нее заплати. Ну, скажем, вот так вот ставился вопрос. И на самом деле, как вы понимаете, согласно 96-й статье налогового кодекса, уведомления камерального контроля можно исполнить несколькими способами. Соответственно, определенные налогоплательщики исполняли уведомления камерального контроля, потом, скажем так, была судебная тяжба. И есть судебные определения, где суд говорит, что как такового спора нет, потому что уведомление исполнено, например, пояснением, и, соответственно, оно считается исполненным. И какую-либо претензию предъявлять налогоплательщику, наверное, преждевременно. Но в некоторых случаях это результировало в налоговые проверки, тематические налоговые проверки по данному вопросу. И вот здесь, если честно, ужасно, я не видела, скажем так, достаточного количества судебных решений, наверное, чтобы судьи однозначно поддержали налоговые органы. Я не исключаю, что Комитет государственных доходов по определенным жалобам придерживался иной позиции, но я, наверное, думаю, что даже если приходят уведомления камерального контроля, нужно отбиваться через исполнение определенными способами, чтобы не было предъявлено претензии, через пояснение, например. И лучше, наверное, этот вопрос обжаловать, когда придет, если придет налоговая проверка, там, чтобы можно было уже судиться по существу. И тогда уже выяснять все-таки, чье это налоговое обязательство, мое или Алии Виктори. Наверное, просто вот такой небольшой акцент. Алия, вот я тоже хотела у тебя вот в рамках этого вопроса тогда остановиться, наверное, не на услугах, а на пассивных доходах. Да, вот дивиденды, проценты, роялти, да. Нет, подожди, этот вопрос я задам тебе вторым. Наверное, давайте сначала по услугам завершим. Просто я себе подготовила вопросы, которые я хотела бы, чтобы ты озвучила. Например, у компании, у постоянного учреждения, хорошо, пускай это будет действующий филиал, нет, например, активов, да. Ну, бывает, что в свое время открыли, ну, скажем так, либо персонал не привезли, да, либо персонал привезли, но, ну, условно, например, мы привезли инженеров, оказываем услуги какого-то консультационного характера, которые не оказываются инженерами. Ну, бывают такие разнопрофильные компании, да. Вот в каком случае какую-то прибыль можно притягивать к филиалу, а в каком случае, наверное, будет не совсем правильно. Либо, например, когда вообще профиль, ну, компания, например, там целая линейка продуктов, да, а филиал, который в Казахстане, только на одном продукте сконцентрированном. Да, там люди есть, но они занимаются совсем другим, да, не тем, чем занимается головной офис. Либо люди есть, но они были настолько заняты, что, в принципе, они не могли взять какие-то проекты. Поэтому налоговый агент, казахстанская компания, работал напрямую с головным офисом данного филиала. Вот можно немножко прорисовать в ее понимании данной ситуации, кто и как должен здесь платить налоги. Да, спасибо. Я еще, наверное, добавлю такой случай, когда филиал есть, но у него нету должной экспертизы. А вся экспертиза, то есть, ну, филиал оказывает какие-то одни услуги, да, а вот более экспертные услуги оказываются именно главным офисом, самим нерезидентом. Здесь хотелось бы напомнить о том, что, в принципе, вот, опять же, если идти в нормы налогового кодекса, у нас предусмотрены два вида, два механизма, как доход такого нерезидента может быть обложен. Либо филиал самостоятельно включает свой совокупный годовой доход, доходы, но хотелось бы обратить внимание на то, что согласно нормам налогового кодекса должны включаться доходы, связанные с деятельностью постоянного учреждения. Либо у нас налоговый агент облагает доходы, который нерезидент получает от деятельности в Казахстане через постоянные учреждения. Вот, хотелось бы обратить внимание на ключевое слово – это связь. Должна быть связь деятельности через постоянные учреждения. И, к сожалению, вот на практике, что мы видим, многие и налоговые агенты, и сами налоговые органы не обращают внимания на вот этот критерий и относятся к тому, что… Относятся достаточно легко. Раз постоянные учреждения есть, ну, давайте обложим. Здесь хотелось бы также обратить внимание, что государство-партнер, то есть государство, в котором нерезидент зарегистрирован, не всегда даст зачет казахстанского налога, не всегда даст возможность зачесть казахстанский налог, потому что государство-партнер будет смотреть на нормы налоговой конвенции и обращать внимание на то, должен ли этот был доход облагаться в Казахстане или нет. Ну, и если смотреть на саму налоговую конвенцию, у нас седьмая статья говорит о том, что, да, мы должны облагать доходы, которые относятся к постоянному учреждению, а на само постоянное учреждение мы должны смотреть, как на отдельно обособленное предприятие, обособленное, полностью обособленное от нерезидента. Если посмотреть, ну, глубже, копнуть глубже и посмотреть на комментарии к модельной конвенции ОСР, Организации экономического развития и сотрудничества, то в них говорится о том, что необходимо провести функциональный, фактический анализ деятельности, которая осуществляется нерезидентом, посмотреть, насколько она осуществляется, ли она через филиал или самим головным офисом, либо его каким-нибудь другим иным структурным подразделением, и посмотреть, каким образом права, обязанности, персонал, риски, активы должны вот в этой деятельности относиться, соотноситься между филиалом и головным офисом. Затем надо посмотреть на те транзакции, которые есть у филиала с его головным офисом и посмотреть, используя руководство по трансферному ценообразованию ОСР, как бы, какое бы ценообразование в данном случае было бы, и все это необходимо в совокупности провести для того, чтобы понять, какой доход от деятельности должен притягиваться к филиалу или не должен притягиваться к филиалу. То есть это не, ну, скажем так, это непростой экссорсайз, раз есть филиал, давайте облагать, раз нет, может быть, возможно воспользоваться конвенцией. Надо сделать вот такой действительно глубокий анализ. Алия, большое спасибо. Я слышал уже, да, теперь вот давайте, Алия, там, Нуршултан, уже все вместе попробуем посмотреть на эту ситуацию по-другому, да, как вот из этого всего выйти. Мы хорошая, правильная, там, добросовестная компания. Вот у нас есть как бы два игрока здесь, да, вот есть Алия Виктори, да, та же самая, да, которая хочет, например, продолжать работать, но уже с Нуршултаном, да. Вот как Алия правильно, скажем так, наверное, выстроить, да, свой бизнес в Казахстане, чтобы, ну, налоговая нагрузка была в рамках закона, наверное, правильной, да, а не чрезмерной. Вот как можно Алия? У тебя есть две опции. Либо ты напрямую будешь работать с головной, Нуршултаном, либо через филиал, вот как ты думаешь, что для тебя будет удобнее? А я налоговый агент. Нет, ты Алия Виктори, которая... А, все. Я не резидент, и у меня есть возможность либо зарегистрировать постоянное учреждение, либо нет. Ну, это, наверное, вопрос к нерезиденту, то есть ко мне, да, насколько моя деятельность, она существенна в стране, насколько я связываю свою деятельность с экономикой данной страны. Если я предполагаю, что у меня деятельность будет продолжаться, она будет существенна, естественно, я выберу вариант с регистрацией постоянного учреждения. И зарегистрировав его, я буду подавать как нормальный налогоплательщик декларацию, показывать доходы, вычитать расходы и, естественно, платить вот на вот результат налог. Если для меня это, скажем так, единичный или один из немногих проектов, я понимаю, что мне администрировать постоянное учреждение будет тяжело, и, допустим, не будет этих ресурсов, соответственно, я выберу вариант нерегистрации постоянного учреждения, и вполне вероятно, что я пострадаю от налога у источника выплаты. Хорошо. Ну что, там можно вот тебе вопрос, просто давно вопрос себе не задавала, чтобы ты тоже не скучал. Вот в этой ситуации, да, у Алии есть несколько опций, как с тобой заключить контракт. Ты казахстанский налоговый агент. Ну, ты можешь быть нацкомпанией, да, которая более консервативна, ты можешь быть не нацкомпанией. Ты как все-таки захочешь структурировать отношения, чтобы потом к тебе налоговый орган не пришел? Да, спасибо. Добрый день, коллеги. С моей стороны, если вот такая ситуация, что я буду работать с нерезидентом, в первую очередь я, наверное, запрошу Алию подтвердить, что у нее нет никакого ПУ в Казахстане, то есть как спящего, так и активного. И после того, как мы в Венесте проверим конвенцию, возможность освободить... Алия, скажи, я тебе вот клянусь, мамой, у меня нет постоянного учреждения. Вот как она тебе это докажет? К чему ты поверишь? Я поверю только в письмо, наверное, от КГД, что у этого юридического лица отсутствует регистрация в налоговых органах Казахстана. Хорошо. Ну, как вариант, конечно, понимают, это может занять время, но если суммы большие, существенные, имеет, наверное, смысл такое письмо получить. Это как шаг номер один. Потом, если мы решаем все-таки применять конвенцию или не применять, то, наверное, должно быть какое-то в договоре какие-то условия, возможно, что это как гарантия или какие-то еще условия, что если вдруг все-таки ПУ создается, то в таком случае я имею право сеть деньги, которые были удержаны, или, допустим, они, наоборот, неудержаны из дохода Алии, Виктори, чтобы она мне это все возвратила, и, таким образом, я мог это перечислить в бюджет, если ко мне будут претензии со стороны налоговых органов. Хорошо. То есть, выступает такая защита юридического характера, больше не налогового, а именно взаимоотношения, отношения между резидентом и нерезидентом. Спасибо, Нашатан. Ну, на самом деле, есть еще и третье, если бы ко мне Алия пришла, и меня вот так сильно напугали налоговик, я бы сказала, Алия, ты мне очень нравишься, я хочу с тобой работать, но давай я у тебя КПН-источника удержу, а ты по-какому самому с диджетом разберешься, да? Ну, и как бы такая, наверное, тоже опция есть, да? Поэтому варианты разные. Ужас озвучил риски, которые существуют на практике, поэтому, наверное, действительно стоит задуматься, как правильно нам отработать структуру, потому что, да, законодательство говорит, нужно показать связь, но как эту связь доказывать, это достаточно непростой вопрос, и, как сказал Ужас, статья 5, пункт 2, в принципе, она не говорит, этот пункт не говорит о какой-то там, скажем так, однородности, неоднородности, поэтому вот у нас есть несколько таких жалоб, скажем так, есть моменты, где вроде бы нам удается убедить налоговый орган, но, действительно, если есть зарегистрированные постоянные учреждения, неважно, оно спящее, дремлющее, либо какое, сразу же поднимается вопрос, что неправомерно освободили у источника выплаты. Ужас. Мне прям нравится тебе задавать вопросы, да? Вот ты достаточно недавно в нашей команде, но при этом мы уже, скажем так, вобрели тебя в несколько клиентских проектов, где тебе нужно было примерить уже другой костюм, да, и попробовать, скажем так, побывать на месте налогоплательщика. Может быть, ты поделишься опытом, да, вот, например, у нас с тобой был проект по комплексной франчайзинговой лицензии, да, вот как тут можно говорить, что относятся к филиалу, либо не относятся, просто вот общими чертами, да, либо вопрос, там, связанный с займами и с дивидендами. Если есть что, как бы, ты сейчас, я пришла на ум, можешь поделиться, если будет сложно, то я давай добавлю. Таня, я в связи с тем, что я недавно в компании, да, поэтому я, наверное, все-таки опыт свой скажу с будущей работой, вернее, в налоговых органах, вот в отношении дивидендов, да, то есть, вот как Аля сказала, действительно, в этих положениях, у опасимых доходов, в конвенциях везде говорится, что пониженная ставка не применяется, есть ли этот вид дохода связан с постоянным учреждением, которое нерезидент имеет в Казахстане. Я скажу, что вот на практике была такая ситуация, когда нерезидент имел в Казахстане дочернюю компанию, и в этой же, вместе с дочерней компанией, у него также был здесь филиал в Казахстане. Соответственно, эта дочерняя компания, ТО, значит, она выплачивала дивиденды своей материнской компании и своей прибыли, но при этом, когда мы начали анализировать деятельность, то оказалось, что данный филиал, он очень тесно связан с деятельностью ТО. Можно сказать даже, что фактически всю работу выполнял филиал ТО, оно как бы было частично вовлечено, но в основном всю работу по оказанию услуг оказывал филиал. Вместе с этим, значит, руководительный филиал и руководителем ТО был один и тот же человек, то есть при распределении дивидендов он также принимал непосредственное участие, а может быть даже и главное участие принимал именно этот. Соответственно, здесь вопрос у нас возник, потому что, значит, эти дивиденды, то есть возникновение даже этих дивидендов, оно напрямую связано с деятельностью филиала, и в силу того, что, во-первых, их деятельности очень сильно переплетались, то есть ТО не могло существовать отдельно без филиала, вместе с тем были, то есть одно и то же лицо, оно руководило как и ТО, так и филиалом, то есть оно, соответственно, могло по своему усмотрению, значит, по своему усмотрению, руководить деятельностью товарища с ограниченной ответственностью. Соответственно, мы, как бы, действительно здесь рассматривали возможность, чтобы лишить права ТО применять пониженную ставку, так как связь, она все-таки была налицо. Единственный минус, конечно, в том, что ни конвенция, ни комментарии конвенции, они не раскрывают, какого рода связь должна быть между дивидендами, а между этими подвигами, между филиалами. То есть тут, скорее всего, здесь минус есть и как для налоговых органов, так и для налогоплательщиков, так как, значит, каждый может вставать это положение по-своему. Вот это, конечно, очень большой минус. Нет вот этого конкретной конкретизации ни в нашем внутреннем законодательстве, нигде именно какого рода должна быть связь, чтобы, допустим, не применять пониженную ставку. Или, наоборот, какая связь допустима, чтобы применять пониженную ставку. Вот это, конечно, как говорится, гэп в законодательстве. Английские слова ты уж так легко перешел, да, вот такой пробел на законодательстве. Влияет среда. Да, спасибо большое, ЛЖАС. Вот я тоже приведу похожую ситуацию, но у нас, получается, филиал, в принципе, активной деятельностью не занимался, но, наверное, что было не совсем правильно в структурировании, был один и тот же руководитель ТОО и филиала. Причем этот человек, он не мог влиять на принятие решения по выплате дивидендов, потому что это прерогатива членов правления. Он в правлении не был, да. Поэтому, наверное, если у нас вот такая вот цепочка выстраивается, то, наверное, это должны быть, первое, разные люди. Второе, если у нас уже есть ТОО, зачем нам филиал, да, наверное, тогда филиал нужно ликвидировать, потому что иначе он спит, не спит, на это никто не будет смотреть, вот такой нюанс. Хорошо, мне тогда вопрос такой к ЛЖАСу. ЛЖАСу, ты был на руководящей позиции, скажем так, курировал деятельность департамента по налоговому законодательству, который, в принципе, является компетентным органом для цели заключения конвенции, да, и вы в свое время резервировали позицию Казахстана в комментариях ОСР. Вот на эту тему были какие-то мысли? Было какое-то резервирование? Может быть, немножко расскажешь, что такое резервирование, для чего оно нужно? Да, да, спасибо. Ну да, пару слов нужно будет сказать, что такое резервирование. Во-первых, это касается возле, ну, если сказать, допустим, двумя словами, то есть это волеизлияние государства, да, или как бы утверждение его позиции в отношении модельной конвенции. То есть есть вот модельная конвенция ОСР, в основе которой все наши конвенции, да, были заключены, кроме США. И, соответственно, государство, оно имеет право, допустим, закрепить за собой какую-то позицию. Ну, для примера, чтобы понятно было, допустим, Казахстан закрепил, допустим, модельной конвенции право облагать постоянное учреждение дополнительным по доходам налогов. То есть если говорить на нашем языке, ну, вернее, на языке налогового кодекса нашего Казахстана, сказать налог на чистый доход. И, соответственно, это право, которая, вернее, эта позиция, она видна уже всем государствам, да, нашим контрагентам. Также она видна всем государствам, которые хотят с нами заключить какую-то конвенцию. А также она видна, соответственно, эта позиция, она видна для налогоплательщиков. То есть они знают уже, какую позицию, допустим, придерживаются Казахстана. Ну, в отношении именно транспортного ценообразования и вообще определения прибыли, к сожалению, таких и таких ретивирований сделано не было. И вообще, если, ну, как бы сказать, опять же, с практической точки зрения, необходимо сказать, что вообще транспортная, тема именно транспортного ценообразования именно в рамках международного договора, она, как бы, оставалась всегда в тени. То есть данные, если ты сама знаешь, структуру налоговых органов комитета госдохода, то есть транспортное ценообразование не всегда жило, как бы, своей жизнью, отдельно от международного налогоблажения, поэтому, соответственно, и в конвенциях ей не уделяли должного внимания. К сожалению, это есть такое, да. Но, с другой стороны, ОЛЖАС, насколько я помню, позиция резервируется тогда, когда она отличается от позиции ОСР, да. То есть, как бы, я говорю, что я с тобой согласен, кроме, и пишу, кроме чего я с тобой там согласен, да. И получается, что если по транспортному ценообразованию Министерство финансов Казахстана не закрепило какое-то исключение за собой, то, получается, Министерство согласно с тем, что нужно следовать руководству по транспортному ценообразованию. Так, можно, Итерприз? Да, 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 совершенно правильно. В связи с отсутствием резервирования, естественно, значит, Казахстан выражает свое согласие именно с тем, что прибыль постоянного учреждения, она должна определяться в соответствии с транспортным ценообразованием, как, в принципе, это указано и в комментариях, и в нашем налоговом кодексе тоже указано. Но то, что дальше-то не было доработано, конечно, это уже, это минус, наверное, как недоработка, можно сказать, на госорганах. Хорошо. Коллеги, мне вот тут наш модератор, не модератор, а наш маркетолог пишет, что, оказывается, мы писали, что вебинар закончится в 4.15, поэтому мы, как обещали, соответственно, еще 15 минут будем с вами общаться. И к нам вот тут пришли вопросы. Наверное, давайте вот закончим мысль, да, ну что там, вот Олжас нам сказал, что Минфин ничего не резервировал по поводу транспортного ценообразования. Значит, что мы делаем тогда? Значит, мы полагаем, что если мы сходим из требований международного законодательства, то мы можем их, скажем так, применить те положения, которые работают и в международной практике тоже. Это, в принципе, соответствует тому, что вот мне задали вопрос, как готовить документацию для обоснования, допустим, поставки товаров на уровне филиала. Вот как уже Алия, в принципе, до этого проговаривала, то есть мы должны посмотреть на филиал, как если бы он действовал самостоятельно. То есть мы должны провести анализ его, какие функции филиал выполняет, какие активы он имеет и какие риски он несет. И, допустим, если мы понимаем, что филиал выступает в роли функции дистрибутора и получает какой-то поток товаров от головной компании и перепродает это на территории, не знаю, в других странах или в Казахстане, то мы должны понять все-таки, чем именно филиал занимался. Если филиал действовал только буквально формально, то есть он получал товар и тут же отдавал и не вовлекался в процесс продаж, переговоров, у него нет склада, ничего нет, то, соответственно, мы полагаем, что уровень маржицы, соответственно, может быть совсем небольшой. Но если филиал действует как полноценный дистрибьютор, у которого широкий набор функций, активов и рисков, то есть, скорее всего, он сам занимается продажами, сам направляет заказы, какие необходимые продукты получить, управляет складом, то есть у него какой-то есть склад, инвентарь, и он несет значительные функции и риски из-за того, что он может не продать эти товары или он какую-то гарантию по данным товарам, то в таком случае, скорее всего, его уровень дохода маржи должен быть гораздо выше, если сравнить с первой версией, с первым вариантом. Я думаю, что чтобы определить доходы филиала, необходимо будет понять, о чем филиал именно занимается, и таким образом оттуда можно будет обосновать, какой, в принципе, уровень маржи он должен достигать. Мы сейчас не говорим о товарах, где у нас есть котировки, мы говорим о том, что если там деятельность по услугам, по каким-то видам товаров, где нету цен, поэтому мы исходим из анализа маржи. Это, в принципе, считается нормальной практикой по всему миру, когда идет такое разделение доходов между головной компанией и филиалом. Если пример приводить, который говорил Алия по инжиниринговым услугам, часто бывает, что и здесь в филиале инженер, и в головном офисе инженер. Но, наверное, в головном офисе инженер стоит высокого класса с первоклассным образованием, у которого там есть высокий доступ к каким-то там знаниям, а на местном уровне может быть инженер, у которого, допустим, небольшой опыт, и только-только начинающий инженер только начинает работать. Соответственно, скорее всего, разделение маржи должно быть соответственным. Если будет наоборот ситуация, что здесь, в Казахстане, стоит первоклассный инженер, а в головном офисе наоборот, только начинающий инженер, то, скорее всего, то есть и аллокация прибыли должна быть больше в сторону филиала. Нурсултан, я тебя подправлю даже, ну, не то, что подправлю, а добавлю. Вот мы столкнулись на практике с ситуацией, когда был филиал открыт у инжиниринговой компании в Казахстане, и осуществлялась инжиниринговая деятельность по проектам в Казахстане. Практически весь персонал сидел за рубежом. Здесь сидел, ну, человек на функции перенеси-подай. Но здесь была получена лицензия для того, чтобы осуществлять вот эту инжиниринговую деятельность. И, соответственно, это уже третий случай, и по-другому совершенно должна быть распределена маржа, потому что без этой лицензии невозможно было бы осуществлять деятельность в Казахстане. Интересно. Я, наверное, просто нашим зрителям напомню, почему мы вообще спустились на этот вопрос, да, как нам определить прибыль постоянного учреждения. Помните, мы рассматривали ситуацию, когда я работала с Алией, Алия у нас не резидент, и она определяла, как ей, скажем так, работать в Казахстане, открыть свое постоянное учреждение, либо работать напрямую. И была такая опция, что... Ну, хорошо, эту опцию мы на нем не озвучили, но может быть так, что что-то пойдет через зарегистрированный филиал, а что-то пойдет напрямую из головного офиса, да, и у нас тогда возникнет вопрос, а сколько признавать на уровне постоянного учреждения. Вот Лжас сказал, что налоговый орган скажет, все признавайте, да, но на самом деле, если вот как бы донести свою мысль до налогового инспектора, то, как говорил Машултан, согласно нашей конвенции, согласно комментариям ОСЭР по трансферному ценообразованию, есть специальная методика, чтобы определить, сколько именно нужно признавать на уровне постоянного учреждения. И вот Алья, тут тебе тоже задают вопрос, может быть, сама зачитаешь, туда видишь в чате, да? Могу зачитать. Я вижу в чате, но вопросов уже много, я даже не знаю, с какого начать. Ну вот давай, нерезиденту участнику планируется выплата дивидендов. Значит, в Казахстанской, мы будем выплачивать дивиденды. Владение доли уже более трех лет. Имеем ли мы право для освобождения от налогового источника выплаты, причем ранее уже часть была выплачена и обложена налогом. Ну, опять же, если возвращаться вот к тому, что мы обсуждали, нам необходимо понять, у нас нерезидент, если он... Вот я, Дан, я не вижу этот вопрос, говорится в нем о том, что есть постоянное учреждение у нерезидента? Нет, об этом не говорится, но давай, наверное, мы ведем эту вводную, потому что как бы у нас тема вебинаров... Да, потому что если нет постоянного учреждения, там совершенно другое налогобложение. Если есть постоянное учреждение, здесь у нас возникает вот это вот усложнение, да. Имеем право мы применять конвенцию, имеем право ли мы применить положение 645 статьи, или все-таки мы должны облагать. Ну вот здесь хотелось бы обратить внимание на два момента. Первый момент – это, опять же, понять, есть ли у нерезидента, который имеет постоянное учреждение, вот этот холдинг, он где? Он на уровне главного офиса? Или постоянное учреждение, филиал, все-таки оказывает какую-то деятельность в соответствии с этим холдингом? Например, принимает какие-то решения, либо подписывает какие-то решения участников. И тогда надо понимать, сам доход, он относится больше к постоянному учреждению или головному офису. И второй момент, вот на что хотелось бы обратить внимание, если у нас лицо, которое выплачивает дивиденды, не является недропользователем, если нерезидент у нас не из страны с льготным налогоблажением, холдинг больше трех лет, по идее, можно применить освобождение. И даже не идти к положениям конвенции. Но у нас это освобождение прописано в статье 645, которая относится к главе, которая регулирует налогоблажение нерезидентов, не осуществляющих деятельность через постоянное учреждение. То есть, по идее, как будто бы, да, я могу, холдинг у меня не относится к постоянному учреждению. Но вот если идти вот по букве закона, это сидит в статье, которая не относится к нерезидентам, осуществляющим деятельность через постоянное учреждение. Ну, наше... В случае у нас не отягощен постоянным учреждением, то зеленый свет есть. Если отягощен, то анализ. Ну, мне кажется, что в идеале все-таки провести такой анализ, посмотреть, и если есть какие-то сомнения, можно либо обратиться к консультанту, либо обратиться к налоговым органам за разъяснением. Хорошо, спасибо, Алия. Следующий вопрос. Ужас, можно я тебе его зачитать? Просто не вижу, ты его видишь или нет. Если на территории РК не находятся физические представители нерезидента, оказывающие услуги ежемесячно в течение года и более налоговому агенту на территории РК, можно ли говорить об образовании постоянного учреждения этого нерезидента? В каком случае может возникнуть постоянное учреждение? Ну, то есть, по факту, это как работает тест на определение сервисного постоянного учреждения? Как считать дни? Микрофон. Извиняюсь. Спасибо за вопрос. В отношении теста я бы хотел сказать, что в рамках конвенции, в рамках конвенции, когда, допустим, мы там работаем в налоговых органах и в основном мы проводили эти тесты именно при подаче заявлений на возврат, в этом случае мы как бы более комплексно подходили, то есть у нас было и время, у нас были рычаги все, мы назначали тематический проект, то есть мы полноценно рассматривали, да, это вот самый идеальный вариант, когда мы полностью рассматривали деятельность нерезидентов. В таких случаях, значит, мы смотрели исключительно на пребывание персонала на территории Казахстана. В связи с этим мы запрашивали выполномоченные органы, значит, информацию о пребывании таких-то, таких-то сотрудников на территории Казахстана, и в случае, если их деятельность не превышала, там, установленный срок, полгода или год, соответственно, мы принимали решение, что деятельность не приводит к образованию постоянной утверждения. До настоящего времени, пока налоговый орган придерживается такой позиции. Но опять же, со временем у нас услуги меняются, сейчас вы сами знаете, допустим, сейчас все идет, ведет к цифровизации услуг, и, соответственно, в связи с этой цифровизацией даже меняется и подход УСР вообще к этим услугам, да, то есть в дальнейшем, каким образом будут образоваться постоянные утверждения, тоже это нестабильно, конечно, может поменяться еще. Здесь, наверное, буквально добавлю, да, у нас для цели определения сервисного постоянного утверждения не берется в расчет срок длительности действия договора. Вы конкретно смотрите, ну, условно, у вас три человека приезжало, если они три, три человека в один день вместе были, то это считается один день, не три дня, да. Соответственно, если было три человека, каждый приезжал в отдельный день, то это будет уже по каждому человеку, например, ну, что там, приехал 15-го, я 16-го, или я 17-го, значит, мы три дня вместе пробыли. И складываются все дни для цели определения образования постоянного учреждения нерезидентом. Если я находилась здесь еще суббота-воскресенье, то эти дни тоже считаются. Если я здесь болела, ну, и тоже находилась в Казахстане, это тоже считается. То есть, как бы, все дни, которые мы провели в Казахстане, и если мы, как нерезидентно, субподряд еще взяли Олжаса, то и дни Олжаса тоже включают себя в цели определения постоянного учреждения. Коллеги, я еще добавлю, наверное, здесь надо смотреть еще и на ту деятельность, которая оказывается внутри Казахстана. То есть, если мы говорим просто про оказание услуг, да, мы можем смотреть на 183 дня и затем смотреть на положение конвенции. Если у нас строительные услуги, если у нас установка, монтаж, шеф-надзор за монтажем, то есть наблюдательная услуга, то по домашнему законодательству, по налоговому кодексу у нас деятельность с первого дня приводит к постоянному учреждению. К сожалению, у нас не всегда клиенты обращают на это внимание и продолжают думать категориями про 183 дня. Здесь еще, наверное, тогда, Альяна же, дополнить, да, что, ну, большая часть строительных услуг это лицензируемые деятельности, которые для лицензии требуют регистрации филиала. Поэтому, если вы сегодня регистрируете филиал, а потом рандомно приезжаете, то первое у вас будет превалировать, у вас уже будет постоянное учреждение через филиал. Следующий вопрос. Какие документы можно запрашивать от зарубежных партнеров на подтверждение наличия, отсутствия связи с казахстанским присутствием? И какой уровень должен проверяться, например, на уровне органов управления? То есть, что нам нужно попросить, например, у головного офиса, чтобы понять, насколько у них, видимо, есть, было образовано здесь постоянное учреждение, да, потому что говорится про связь с казахстанским присутствием. Кто хочет ответить, коллеги? Ну, давайте, наверное, отвечу я. Как мы уже вот неоднократно говорили о том, что вся ответственность за неудержание налога, она ложится, к сожалению, на налоговых агентов. И налоговому агенту самостоятельно надо понять, создалось ли постоянное учреждение или нет. Здесь вот, скажем так, вы вольны запрашивать для своего комфорта что угодно. Другое дело, даст ли вам нерезидент эту информацию или нет, особенно если нерезидент с вами не связан, не является аффилированным лицом. В первую очередь мы советуем внимательно прочитать положение контракта. Очень часто бывает так, что контракты заключаются любыми отделами внутри предприятия и налоговые работники, бухгалтерия, налоговые работники подключаются уже в самом конце, когда уже вовсю идет проект, или он закончен и прочее, и не подключаются с самого начала. Поэтому мне кажется, очень важно, чтобы вы донесли до своего руководства, насколько важно, чтобы налоговый отдел тоже и бухгалтерия тоже принимали участие в чтении контракта на уровне его проекта или, возможно, уже когда он только-только подписан. Необходимо, как уже говорил Нур-Султан, предусмотреть соответствующие положения в контракте, которые вас будут защищать. Если, например, есть претензии от налогового органа, вам доначислили дополнительное налоговое обязательство, штраф, пеню, что вам соответствующий нерезидент, контрагент может возместить эту сумму. У нас были случаи, когда выяснялось о том, что по истечению какого-то времени, о том, что налог надо удерживать, и, в принципе, нерезидент соглашался компенсировать вот эту сумму, и к нам приходили и говорили, а можем ли мы эту компенсацию оформить таким образом, чтобы нерезидент потом еще и получил зачет у себя. Поэтому все вот это надо правильно структурировать. В части, например, если у нас идет оказание услуг через персонал, мы очень вам советуем отслеживать пребывание сотрудников на территории Казахстана. Вот как Алжас говорил о том, что налоговые органы внимательно на факт пребывания смотрят. Более того, хотелось бы сказать, что запрашивают они сведения и о миграционных властей. Если вы понимаете о том, что деятельность осуществляется разная, то есть, например, нерезидент работать не только на вас, но и на какие-то другие иные компании, соответственно, запрашивайте документацию касательно вашего проекта, чтобы понимать, какой объем попадает в его периметр. Наверное, это вот с моей стороны все, если коллеги могут добавить что-нибудь. Мы наши видеозаписи выкладываем также на нашем канале YouTube. И на этом же канале вы можете найти, например, наши предыдущие записи по трансфертному ценообразованию, по местной отчетности по трансфертному ценообразованию, кстати, срок, у которой конец этого года. Также в ближайшее время мы будем проводить вебинар по MLI, в рамках которого, Алия, да, наверное, будет рассмотрен Principle Purpose Test, да, то есть тест на, как это правильно по-русски сказать, на основную цель. Тест на основную цель. Вот здесь вот очень четко будут рассматриваться вопросы международного налоговожения через призму того, можно или нельзя применить определенные положения, конвенции в части, например, уменьшения ставки, да, отсутствия либо наличия постоянного учреждения. Поэтому наши вебинары можете посмотреть там, запись мы также вам дополнительно отправим. Так, у нас осталось 2 минуты, и есть несколько вопросов. Алия, Анашутан, уже все понимают, что кто-то вам тоже в личку пишет, да, если у вас есть какие-то интересные вопросы, давайте начнем с них. У меня на самом деле много вопросов, очень много. Коллеги, я вот записала ваши имена, я обязательно с вами свяжусь, по крайней мере, у меня вот уже 15 вопросов. Я, наверное, на один краткий отвечу. Был такой вопрос касательно, почему налоговые органы не выдают сертификат резиденции на филиал. Ну вот, как я понимаю, здесь в данном случае идет речь о нерезиденте, который имеет филиал в Казахстане, и филиал является плательщиком. Ну вот, у нас сертификат резиденции выдается на резидента, не на филиал. То есть не резидент может, на резидента, извиняюсь, резидент у нас может быть где угодно, например, в Казахстане и обладать, открывать филиалы за рубежом. И резидентом у нас признается либо компания, которая создана, инкорпорирована в соответствии с законодательством Казахстана, либо иностранная компания, у которой место эффективного управления находится в Казахстане. Соответственно, если у вас иностранная компания, и она перенесла место эффективного управления в Казахстан, она должна была быть зарегистрирована как резидент, то тогда налоговые органы могут выдать вот этот сертификат резидентства. В обратном случае, к сожалению, не получится. Вам надо идти к налоговым органам той страны, откуда у вас не резидент. Алия, большое спасибо. Ну вот самое интересное, что мы видели два сертификата, которые идут в разрез вот этой международной теории, которую проговорила Алия. По крайней мере, мы видели французский сертификат на постоянное учреждение, зарегистрированное во Франции, по-моему, условно, там, английской компании. Вот интересно по подходу. И то же самое был азербайджанский филиал, вернее, филиал нерезидента, я не помню, допустим, это будет Германия, зарегистрированный в Азербайджане, и ему выдали сертификат налогового резидента в Азербайджане. Не знаю, может быть, там специфика национального законодательства какая-то другая, но в целом концепция такая, что смотрим по маме. Хорошо. И, смотрите, по времени мы уже вышли, да, вы, как Алия проговорила, она вернется. В принципе, это была, наверное, причина, почему мы попросили, чтобы вы регистрировались с корпоративных адресов, чтобы можно было потом к вам вернуться, какие-то вопросы обсудить. Ну, Шултан, у тебя остались или есть какие-то вопросы по трансферному ценообразованию? Ну, в принципе, мы все проговорили. Единственное, что, может быть, повторится еще раз, что если у вас все-таки есть филиал, у которого имеются существенные операции, мы все-таки рекомендуем вам подстраховаться и иметь политику по трансферному ценообразованию и обоснование ваших цен, почему именно такие цены вы применяете в операциях как в Казахстане, так и с вашими связанными сторонами, в том числе операции вашего головного офиса, который аллокируется к вам сюда на филиал. Хорошо. У Лжас, у тебя в личке есть какие-то вопросы отдельно? У тебя микрофон выключен. Да, да. Есть два вопроса у меня. Ну, давай, наверное, так сделаем. Вот я вижу, кстати, в общем, еще от Олега вопрос. Ты видишь, да, этот вопрос? Да, 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 вижу. Ты потом отдельно с Олегом свяжешься, да, и я вижу вопрос от Назым. Назым с вами, Чингисхан, тоже отдельно свяжется по вашему вопросу. Наверное, на этом мы объявляем наш вебинар закрытым, понимаем, что тема достаточно актуальная, что, наверное, хорошо, что не по всем направлениям есть пока судебные решения, поэтому, скажем так, небольшое поле для разворота у нас есть, поэтому давайте эти вопросы обсуждать, где нужно будем выносить на уровень руководства Комитета государственных доходов, потому что все-таки есть определенные международные стандарты, да, если казахстанская практика будет очень сильно от них отличаться, в этом, наверное, ничего хорошего не будет. Большое спасибо вам за активный интерес к данному вебинару. Мы будем ждать вас на следующем вебинаре, который будет проводить Алья с нашими коллегами из иностранных офисов. Будет касаться МЛА и еще раз Алья, принципы по тесту. Тест на основную цель. И по тесту на основную цель. Большое спасибо. Запись вебинара мы вам разошлем. До свидания. До свидания. Продолжение следует...